Телекомпания очевидная и невероятная Идеи, меняющие мир А я вам не сказал, что я не социалист Но в Америке, если вы, не дай бог, скажете, что вы социалист Сразу же многие люди поставят на вас крест Я должен быть осторожен в своих высказываниях Верю ли я в социальные реформы? Конечно, безусловно Деньги – это не главная ценность на Земле, оружие тоже Что для нас важно – это наши дети Вода, воздух чистая, земля, духовные ценности, искусство Мир разрушается, раскалывается Поэтому моя задача – научить людей, как собрать его снова И климат меняется, ледники тают, океан наступает Джон Перкинс – третий герой нашего американского путешествия В отличие от Нуама Хомского и Майкла Газаниги Ученых, предложивших миру новую идею Плод своих многолетних трудов и размышлений Джон Перкинс не автор, а всего лишь исполнитель Масштабного политического заказа Но первый рассказавший о том, как все устроено В современном мире больших денег и большой политики Он прожил четыре жизни, пишут в его официальной биографии Как экономический убийца Как генеральный директор успешной компании По производству энергии из альтернативных источников Как эксперт по самобытным культурам и шаманизму И, наконец, писатель, поведавший правдивую историю того, как Соединенные Штаты превращаются в глобальную империю Об экономических убийствах ничего не написано в библейских заповедях Об этом не говорят люди, потому что ничего не подозревают А за разорение одного государства другим никто не осудит В большой политике это называется защита национальных интересов Увы, Джон Перкинс и организация, в которой он работал, развенчивает последние иллюзии Экономический рост страны вовсе не означает наступление лучшей жизни для большинства ее граждан Обогатятся только единицы А специалистов, рисующих заманчивые перспективы для правительства и банков В корпорации Мэйн называют цинично и прямо Экономические убийцы Кстати, это сомнительная рекомендация, но любопытная деталь Говорят, что террорист номер один Асама Бен Ладен назвал книгу Перкинса в числе тех трех Которые следует прочитать, чтобы понять причину теракта 11 сентября в Нью-Йорке Остальные это мемуары бывшего президента США Картера И некий труд группы американских экономистов Ну а сам Джон Перкинс тоже неоднократно признавался, что к написанию книги его подтолкнула именно трагедия 11 сентября Ее бы и не случилось, если бы не экономические убийцы, уверен Перкинс Вот с этим местом на Уолл-стрите Джон Перкинс связывает поворотный момент в своей жизни Спустя два месяца после трагедии 11 сентября на этих ступеньках он встретил нищего старика-афганца, потерявшего свой дом и семью Тогда Соединенные Штаты еще не ответили на гибель башни Близнецов, военной операции в Афганистане Но страна в результате междоусобных конфликтов и экономических санкций уже была погружена в хаос Сейчас, спустя 11 лет, мы знаем, что мир в Афганистан так и не пришел Ну а тогда Джон Перкинс впервые посмотрел в глаза конкретному человеку, ставшему жертвой его работы И говорит, что не смог вынести этого взгляда Джон Перкинс вспоминает глаза многих людей, с которыми его сводила судьба Молодого гида из Индонезии, священника в Иране, президента Панамы Тарихаса Кто-то из них не знал, зачем приехал в их страну образованный, уверенный, общительный молодой человек Кто-то только догадывался о его целях Ну а кому-то Перкинс выкладывал карты на стол, предлагая небогатый выбор Чуткое руководство американских корпораций или... Судьба Тарихаса, погибшего в авиакатастрофе, показывает, что физическое уничтожение строптивого политика Вполне рабочий метод Хотя это была уже функция специалистов другого прополя По дороге на остров недалеко от Сиэтла, где сегодня живет наш герой Мы вспоминали страны, подчинившиеся экономическим убийцам Те, что были описаны в его книге, разумеется Эквадор, Индонезия, Саудовская Аравия, Панама, Иран Положение этих государств сегодня разное И, кстати, не всегда трагичное Ну, Саудовская Аравия, например, одна из самых богатых стран в мире Получившие благодаря Соединенным Штатам и технологии для освоения своего главного богатства нефти И мощного политического союзника на мировой арене Остальные... А что остальные? Может, сами виноваты? Джон Перкинс Писатель Общественный деятель Агент спецслужб Автор бестселлера «Исповедь экономического убийцы» Сотрудник засекреченной группы корпорации «Мэйн» Существовавшей в 70-х годах прошлого века Под патронажем американского правительства Суть экономического убийства Убедить правительству развивающейся страны взять большой кредит на развитие инфраструктуры И заключить контракт с американскими корпорациями Благодаря нарисованным прогнозам экономического чуда Страны обременялись огромными долгами А правительство США получило контроль над их экономическими и политическими ресурсами Схема успешно использована американским правительством и корпорациями в десятках стран мира Территория влияния агента Перкинса Страны Латинской Америки и Ближнего Востока Главная идея Кредиты в обмен на политическую лояльность Я очень лояльно отношусь к американцам Мои предки здесь жили с давних пор Я верю в американские идеи, но боюсь, что мы их погубили Во время Второй мировой войны мы для всего мира были героями А потом мы вступили в процесс корпоратократизации Мы отдали мир под влияние корпораций И это трагедия Я очень стараюсь изменить эту ситуацию Я думаю, что Соединенные Штаты Могли бы снова стать признанным мировым лидером Я надеюсь, что мы с Россией, с Китаем, с Латинской Америкой Можем подружиться и построить хороший мир для наших детей Из книги Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы» Корпоратократия – это не заговор Но ее члены действительно имеют общие ценности и цели Одни из наиболее важных целей корпоратократии Увековечение, непрерывное расширение и усиление ее системы Жизнь тех, кто делает это, ее антураж Особняки, яхты и личные реактивные самолеты Представляются как образцы для подражания Чтобы вдохновить нас потреблять, потреблять и потреблять Любая возможность используется для того, чтобы убедить нас Что приобретение товаров – есть наш гражданский долг Что разграбление планеты есть благо для нашей экономики И, следовательно, служит нашим высшим интересам Людям, подобным мне, платят колоссально высокие зарплаты Для продвижения системы Если мы не справляемся, приходит черед шакалов – настоящих киллеров Если терпят неудачу и они – наступает черед военных Одна из стран, которая попыталась выйти из-под влияния экономических убийц Была Панама и ее лидер Тарихас Но мы знаем его трагическую судьбу Получается, что если страна не подчиняется экономическим методам влияния То в борьбу вступают просто криминальные методы? Так было всегда Тарихаса я знал очень хорошо, я по нему серьезно работал Для меня это был интересный случай С одной стороны, я его действительно уважал Он был честный человек И не хотел участвовать в коррупции Не хотел коррумпироваться А с другой стороны, я должен был преуспеть в своем деле А моя задача как раз и была его коррумпировать Я знал, что если я не смогу его подкупить То тогда с ним случится что-то ужасное Либо его свергнут, либо убьют В конце концов, так и произошло Его убили А на его место поставили обычную марионетку Когда убивают президента То это серьезный месседж следующему президенту И не только Весь мир должен понять Вот именно так и будет Недавно были похожие события Например, президент Гондураса Силайя Его сбросили три года назад Этот путь устроил ЦРУ Заменили его чудовищно брутальным диктатором И сегодня у Гондураса большие проблемы Свободы прессы нет вообще Жизнь все хуже становится Когда Силайя сбросили Была попытка переворота в Эквадоре Против президента Рафаэля Корреа Я даже не сомневаюсь, что этот путь был организован ЦРУ Они попытались, но не смогли И вот почему Шеф полиции Кита закончил Американскую академию Его там учили, и он знает, что не было ни одного успешного путча Если его не поддерживали военные И в ЦРУ прекрасно знали Что этот переворот не будет успешным Потому что его устоили только полицейские Но этим путчам люди ЦРУ дали понять Корреа Что теперь он под прицелом Корреа после этого серьезно изменил политику Он раньше боролся против нефтяных компаний А после путча пошел на уступки, на компромисс А потом просто сдался им Если мы посмотрим на Корреа То поймем ход его мысли Он же очень умный Докторскую степень получил в Американском университете Он отлично знает нашу систему И вот он говорит Если меня сбросят или убьют После меня придет совсем уже марионетка Это, кстати, послание всему миру Не вступайте в борьбу с Америкой И он думает Лучше уж я останусь во власти Лучше я на компромиссы пойду И сам буду решать В какую борьбу ввязываться, а в какую нет Уж лучше я останусь президентом И меня переизберут И его недавно снова переизбрали Большинство за него проголосовало Просто удивительно, как много людей за него проголосовало Из книги Джона Перкинса Исповедь экономического убийцы Веками империи строились посредством военной силы Но после Второй мировой войны С усилением Советского Союза И перспективой ядерного Холокоста Война стала слишком опасной Поворотный момент наступил в 1951-м Когда Иран восстал против британской нефтяной компании Предшественницей современной Биби Когда премьер-министр Мохаммед Масадек Национализировал все иранские нефтяные активы А Англия бросилась искать помощи у своего союзника Соединенных Штатов Однако обе страны опасались вмешательства Советского Союза на стороне Ирана И тогда вместо морских пехотинцев Вашингтон отрядил в Иран агента Цейруки Эрмита Рузвельта Внука президента Он завоевывал людей деньгами и угрозами Организовывал уличные беспорядки Чтобы создать впечатление непопулярности Масадека В конце концов Масадек пал А проамериканский настроенный шах Мохаммед Риза Стал диктатором Так Кермет Рузвельт заложил основы моей будущей профессии Мы хотели контролировать нефть Мы всегда понимали Что Иран стоит на пути в Советский Союз В каком-то смысле защищает его Он находится в очень важном географическом районе Иран мог контролировать пути перевозки советской нефти Которая добывалась в Каспийском море Когда я работал в Иране Главной задачей для нас Было выманить иранские деньги Сделать так, чтобы на эти деньги были наняты американские корпорации Мы хотели принести туда американский дух Вестернизировать Иран Озападить его в конце концов Привести в нашу сферу влияние Под наше крылышко Включить в нашу империю Была задача так использовать деньги Ирана Чтобы помочь обогатиться американским корпорациям Многие крупные компании отправились туда И построили электростанции, аэропорты, дороги, города Они сказочно обогатились на иранских деньгах Иран продавал нефть Соединенным Штатам А мы делали так, чтобы доллары возвращались обратно Но уже в корпорации Из книги Джона Перкинса Исповедь экономического убийцы Мне объяснили, что у моей работы две главных цели Во-первых, я должен обосновать огромные международные кредиты Которые будут перенаправлены в Мэйн и другие американские компании Такие как Бичтелл, Хэлли Бёртон, Стоун энд Вепстер, Браун энд Руд С помощью крупных инжиниринговых и строительных проектов Во-вторых, я должен обеспечить банкротство стран, получающих кредиты Ну, разумеется, после того, как они заплатят Мэйн и другим американским подрядчикам Для того, чтобы они были навсегда признательны своим кредиторам И были бы легкой добычей, когда нам понадобятся их услуги Включая военные базы, голосовон Или доступ к нефти и другим природным ресурсам Я говорю, что ЦРУ служит нефтяным компаниям и большим корпорациям Это их основная цель Все американские посольства по всему миру Обслуживают интересы больших корпораций Они не для американцев работают У России есть нефть Много нефти И у Ирана много нефти Большие корпорации пытаются контролировать эту нефть Как это сделать? Можно полностью контролировать страну Можно заключать какие-то сделки Но они хотят обоими способами Видите ли вы сейчас страны, которые находятся под влиянием и под прицелом экономических убийц? Конечно Это любая страна, у которой есть нефть или природные ресурсы Под прицелом экономических убийц Египет Ливия Я знаю, что страны в Латинской Америке наводнены экономическими убийцами из США И также представьте себе из Китая с его растущей экономикой У меня много знакомых в Латинской Америке Я сам по-испански хорошо говорю и я знаю Что эти убийцы к ним просто в офисы заходят Предлагают свою помощь Они точно есть в любой стране Которая интересует корпорации Либо своими природными ресурсами Либо своим рынком Мы видели их в деле в Гондурасе, в других местах Они пытались сбросить Корея, в Эквадоре Они везде, даже сомнений нет А вы упомянули о Китае Но сейчас Китай все то же самое делает, что делала 30 лет назад Америка Очень интересно, что на самом деле происходит в Китае Они научились обходиться без военной экспансии Мой друг в Латинской Америке говорит, что они бы предпочли брать взаймы у Китая, чем у Соединенных Штатов или Всемирного Банка Одна из главных причин У китайцев нет И никогда не было военных баз в Латинской Америке, на Ближнем Востоке Или в Африке Китай не распространяет свое военное влияние далеко за пределы своего региона Ну, может быть, Тибет, Тайвань А так больше нигде Поэтому в мире их не воспринимают в качестве плохого парня Который всем руки выкручивает, как, например, Америку Интересно, будет ли Китай продолжать такую политику, или они отойдут от этой стратегии Есть и хорошие новости из Китая Я был там пару лет назад, преподавал в университете по программе MBA китайским студентам Правительство направило их на обучение в эти элитные школы После того, как они не меньше пяти лет отработали в корпорациях или на государственной службе Эти студенты сказали мне Мы в Китае хотим доказать, что можем сделать экономическое чудо Только мы растем двузначными темпами И в то же время нам это стоит очень дорого Мы загрязнили окружающую среду Но мы хотим построить социально ответственную страну Мы хотим сделать страну с самой чистой окружающей средой на планете Это будет еще одно чудо Не только экономическое, но и социально ответственное Не знаю, смогут ли они это сделать, но их намерение на этот счет очень серьезное Вскоре после этого я вернулся в Соединенные Штаты И стал преподавать в бизнес-школе У меня было две тысячи студентов, тоже по программе MBA Я рассказал им эту историю И я попросил их Эй, не допустите, чтобы китайцы стали первыми в этом деле Давайте прекратим быть мировым полицейским Давайте будем вместо этого соревноваться с Россией Соревноваться с Индией, с Китаем, со всеми странами И посмотрим, кто из нас станет самым зеленым, самым экологически ответственным Давайте конкурировать на этом уровне Я думаю, что китайцы начинают понимать, что они не могут по-прежнему Загрязнять окружающую среду такими темпами, как они это делают Очень интересно было бы узнать, как у них получится с этим бороться Увидеть результат Из книги Джона Перкинса Исповедь экономического убийцы Я все время возвращался к главному вопросу Если целью иностранной помощи является империализм, правильно ли это? Я сомневался Позволит ли недостаток ресурсов жить всему миру по образцу Соединенных Штатов При том, что даже в самих Соединенных Штатах миллионы людей живут очень бедно К тому же мне было далеко не очевидно, что все люди в других странах хотят жить, как мы Наша собственная статистика насилия, депрессии, употребления наркотиков, разводов и преступлений показывала Что хотя наше общество и относится к самым богатым в истории Оно, пожалуй, еще и одно из наименее счастливых Почему же мы хотим, чтобы другие нам подражали? Больше мне не звонят и не угрожают, как было раньше В основном все угрозы прекратились, когда я выпустил книгу Потому что эти люди серьезные шакалы Они знают, что если со мной что-то случится Ну, например, сегодня ночью меня застрелят Продажи моей книги рванут, как ракета в космос Будут продаваться миллионные тиражи Сегодня мои книги выходят на 40 языках А тогда еще больше будет переводов и изданий Нет, если кто-то серьезно хочет заткнуть мне рот, убивать меня никак нельзя Это только возвысит мой голос А что касается прошлого, думаю, я не смогу ответить лучше, чем моя 30-летняя дочь У нее часто для всяких журналов интервью берут Ей задали вопрос, что она думает насчет прошлого своего отца Она ответила так Я рада, что мой отец сделал то, что он сделал Он жил, как ему было нужно Было тяжело, но теперь он понимает систему Он может о ней написать Он может пойти в университет и рассказать студентам, как все устроено Он может показать нам новый путь для движения вперед И я согласен с ней Мне нужно было разобраться с самим собой Я спросил себя, боже мой, как же я мог такое сделать? Но раз уж я сделал, то я теперь знаю, как этот механизм устроен Я могу как-то его изменить И я буду до конца жизни теперь над этим работать Ничто в жизни не радует меня больше, чем эта борьба, которой я себе отдаю Я всем рекомендую, всем, кто нас видит, слышит, всем телезрителям Посвятите себя созданию лучшего мира Это самое большое удовольствие, которое вы можете себе доставить в жизни Спасибо вам большое за ваше терпение Не стоит Пожалуйста Пойдемте есть борщ Это интересная мысль, но не стоит подумать Действительно ли можно от всего отказаться Отказаться от всего, что предлагала ему жизнь От всего, что предлагала ему корпорация Мэн Для того, чтобы поселиться здесь, жить в лесу Писать книжки и выгуливать свою кошку Но нет, вроде бы действительно живет Он здесь, он настоящий И абсолютно не стесняющийся своего прошлого Он сказал, что он его уже, в принципе, отработал А сейчас и знает, как лучше изменить мир И знает, как сделать его по-настоящему лучше И это может быть общая черта всех наших героев Они все говорят об этом Об экологии, о климате О грядущей катастрофе Если мы не задумаемся Я не знаю, что это черта диссидентов Черта вот таких вот странных людей Не от мира сего Или они все-таки действительно прорицатели Я очень-очень оптимистичен Я очень-очень оптимистичный человек Надеюсь на многое Вот мы с вами здесь сегодня разговариваем У меня и на это надежда На то, что русское телевидение повернуло взгляд в мою сторону И у нас идет открытый разговор Я очень серьезен Мне кажется, во всем мире люди начали просыпаться Я могу сказать, что у меня нет ни одного аргумента Против того, чтобы его послушали сегодня Прочитали его книгу об экономических убийствах Если она кого-то убедила То вполне можно послушать и то, что он говорит О новых катастрофах и новых угрозах Я не знаю, достойно ли это пример для подражания Для подражания тех, кто сейчас находится Еще проходит путь в системе Находится еще внутри этой системы И делает свой выбор Но, на мой взгляд, он свой выбор сделал И я готова ему поверить Вот только услышат ли его Не знаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok